Друзья, сегодня будет большой расклад на судьбу-судьбинушку российского рубля. Расклад большой, поэтому сразу, по традиции, перехожу к делу. Что будет с курсом российского рубля в 2025 году? Курс российского рубля к мировым валютам в 2025 году будет снижаться или укрепляться? Будет ли девальвация рубля в 2025 году? Второе колесо года. Двойка мечей, умеренность, страшный суд, мир, смерть, принцесса Пентакли. На дне колоды королевы Пентакли. Банковская система страны будет в центре нашего всеобщего внимания. Четыре старших аркана в раскладе. Значимый, судьбоносный год для российской валюты. В психологическом плане крайне тяжелая атмосфера, обстановка. Банковская система страны может всех нас с вами неприятно удивить. Лучше заранее к этому приготовиться. Встряска привычного образа жизни, глобальные перемены, изменения в экономике страны. Экономика, как один единый здоровый организм, в 2025 функционировать, работать не будет. Страшный суд, смерть, это просто жесть до российского рубля. Пришли последние дни, слом прежнего образа жизни, глобальные перемены, плюс кризисный этап. Доходы будут гораздо ниже расходов. Отсечение всего ненужного ради экономии. В экономике России глобальная негативная трансформация, кардинальные изменения. И не только в банковской сфере, вообще во всей финансовой системе страны. Все обострилось и достигло своего пика. Если девальвация, то она будет очень мощной, глобальной событий, от которых люди словно пробуждаются. От спячки, сна, пелена спадает в глаз. Ситуация, когда кто-то предстает не в лучшем свете. Осознание глобальных перемен. Люди будут очень сильно переживать, волноваться. Стрессовая, напряженная, тупиковая какая-либо ситуация в экономике страны. С курсом российского рубля. Здесь полный букет королевы Пентаклей. Банковская система страны. Умеренность экономии, самоограничения может указать и на экономику страны в целом. Мир это что-то объемное, целостное. Это скорее всего финансовая система Российской Федерации. И везде глобальный кризис. Денежные хлопоты после негативной трансформации всей финансовой системы страны. Подчеркиваю. У нашей экономики изменение статуса, состояние глобальный кризис. Начало, денежные хлопоты, необратимые негативные перемены. Мощная девальвация курса российского рубля в 2025 году. Это даже не деградация экономики. Это уже все обострилось и достигло своего пика. Иметь судный день, час расплаты для рубля. Смерть второй это не добрый знак. Для нашей национальной валюты. Да еще и в окружении таких старших арканов. Девальвация курса российского рубля как минимум от 50 до 100%. Это как минимум. И в текущем году рубль тоже ждет девальвация. Короче, занавес. Глобальная негативная перестройка всей финансовой системы, не только банковской, всей финансовой системы нас ожидает в будущем 2025 году. В одном из своих видео я вас всех предупреждал. И уже достаточно давно. В 2025 году могут ограничить или даже прекратить полностью какие-либо выплаты населению. Итоговый аркан здесь колесница. Динамизм, активность, курс рубля не будет стоять на месте. Постоянное движение. Судя по этим старшим арканам, движение явно вниз и очень мощное. Банковский кризис однозначно нас ждет в 2025 году. Перехожу к 2026 году. Что будет с курсом российского рубля в 2026 году? Курс российского рубля к мировым валютам в 2026 будет снижаться или укрепляться? Будет ли девальвация рубля в 2026 году? Колода та же. Второе колесо года. Башня, девятка, чаш, семерка, жезлов, десятка, чаш, король, чаш, шут. Да не колода, тут жезлов. Итоговый аркан, колесница. То же самое движение. Курс рубля. И в 2026 стоять на месте не будет. Старший аркан башня. Разрушение, падение вниз. Крайне неприятная какая-либо неожиданность. Конек башни – неожиданность негативная. Падение курса рубля. Напряженная ситуация вокруг него. Попытки удержать, как-то даже поддержать, укрепить курс. Стабилизация по договоренности и начало чего-то нового. Обнуление, играть со своей судьбой, умственная слепота, начало с неизвестным концом. Смотрите, друзья, бесконечно валить курс нет никакого смысла. Начало чего-то нового. Начать с чистого листа. Как вариант денежная реформа. Новые банкноты и абсолютно новый курс. Как вариант. По шуту проходит непредсказуемость. В 2026 году даже не пытайтесь спрогнозировать курс российского рубля. Здесь в раскладе шут непредсказуемо будет себя вести. По башне падение курса точно должно быть. Точно должно быть. Быстрое, неожиданное. День два. Здесь и стабилизация курса по договоренности. И абсолютно новый его курс. Туз Жезлов. Решительные действия. Начало чего-то тоже нового. Если коротко, очередной тревожный, напряженный, беспокойный год для курса рубля. Непредсказуемый год. Могут его вообще обнулить. По тузу Жезлов. Идея, процесс. Иду на это. Но эта идея будет иметь тяжелые, разрушительные последствия. Нельзя курс рубля обнулять. Это не выход. На какое-то время? Возможно. Может и получится его стабилизировать. И в 2026 тоже не стоит делать ставку на российскую валюту. Что будет с курсом российского рубля в 2027 году? Курс российского рубля к мировым валютам в 2027 будет снижаться или укрепляться? Будет ли девальвация рубля в 2027 году? Колода второго колеса года. Тройка Жезлов. Девятка Чаш. Девятка Мечей. Семерка Жезлов. Восьмерка Жезлов. Девятка Пентаклей. На дне колоды пятерка Чаш. Луна. Пятерка Мечей. Итога Варкан. Колесо Фортуны. Судьба. Участь. Удел. Движение. Перемены. Курс на одном месте стоять не будет. Смотрите, друзья, будут потери, неудачи, разочарования, неопределенность какая-то и даже снова критическая ситуация с курсом. Опять потеря стабильного курса. Тревоги, переживания, паника. Напряженная ситуация. Попытки его удержать. Поддержать. Как-то укрепить даже. В конце кода более-менее должно быть. Хорошая карта. Восьмерка Жезлов. Девятка Пентаклей. Но карты на дне колоды снова указывают на девальвацию курса. Цикличность. Здесь все как и в 2026 году. Попытка рубль обнулить и начать все с чистого листа ни к чему новому не приведет. Очередной цикл падения курса рубля. И затем его поддержка и стабилизация. Однозначно очередной беспокойный год для курса национальной валюты России. Здесь на дне колоды пятерка мечей. По соседству рядом с ней старший аркан Луна. Друзья, эти негативные игры с курсом рубля будут продолжаться очень долго. По Луне невозможность прекратить повторяемость, неустойчивость, изменчивость. Разрушительная изменчивость. Была открытая рыночная экономика. Теперь страна закрывается. Санкции, ограничения. Нерыночный курс рубля. И все соответствующие негативные последствия в связи с этим. Что будет с курсом российского рубля в 2028 году? Курс российского рубля к мировым валютам в 2028 будет снижаться или укрепляться? Будет ли девальвация рубля в 2028 году? Второе колесо года. Страшный суд. Тусь мечей. Меч вниз. Девятка мечей. Луна. Принцесса. Пентакли. Девятка чаш. На ней колоды аэрофанта. Рыцарь кубков. Итоговый аркан. Сила. Испытание на прочность. Внешнее какое-либо силовое воздействие на курс рубля. Внешние какие-то факторы окажут на него негативное давление. Очень тяжелый удар будет нанесен по курсу рубля. Страшный суд. Тусь мечей. Меч вниз. Девятка мечей. Луна. Такое испытание без очередной девальвации явно не пережить. В моих раскладах на Россию, не только на курс рубля, на 2028 год постоянно приходит старший аркан Луна. Какие-то темные дела, неопределенность, критическое время. Что-то от нас всех будут скрывать в корне неверное оценивание ситуации. События. Последствия. Это моя личная трактовка. Друзья, запомните. События. Последствия. Что-то в высших политических кругах страны произойдет. Высшая власть. Правящая элита. По Луне невозможность прекратить. Повторяемость, неустойчивость, изменчивость. Глобальная, тяжелая, волнующая изменчивость. Невозможность прекратить. Похоже, обнуление не спасет, не поможет. И опять денежные хлопоты. В связи с этим. Семейные какие-либо выплаты. Денежные пособия для семейных. Тяжелые глобальные критические перемены. Почему-то такая информация пошла. Озвучиваю. Надо ли еще что-то к сказанному добавлять. И я того же мнения. Нет смысла, друзья. Карты перед вами. Туз, мечей, меч вниз. Тяжелый удар. Тяжелые глобальные негативные перемены ждут курс рубля в 2028 году. Тяжелые глобальные негативные перемены ждут курс рубля в 2028 году. События, последствия. Внешние какие-то факторы окажут на него негативное тяжелое движение. Что будет с курсом российского рубля в 2029 году? Курс российского рубля к мировым валютам в 2029 будет снижаться или укрепляться? Будет ли девальвация рубля в 2029 году? Второе колесо года. Пятерка жазов, шестерка пентаклей, рыцарь чаш, рыцарь жазов, рыцарь пентаклей, принцесса пентаклей. На дне колоды девятка жазов, четверка мечей. Итоговый аркан. Влюбленные. Старших арканов нет. Поворотная точка в судьбе. Выбор между старым образом жизни и новым. Между старым образом жизни с регулярно повторяющимися циклами девальвации и новым. Ни одного старшего аркана. Какой-то проходной год для рубля. Напряжение и истощение будет, но с другой стороны уже и помощь, поддержка ему предлагается. Денежные хлопоты, движение капитала в страну, деньги пойдут в страну, государство. С чего вдруг? За какие такие заслуги? Вроде расклады на курс рубля, друзья, но и по таким раскладам, тоже можно сделать для себя чрезвычайно важные выводы. Если деньги, инвестиции потихоньку пойдут в страну, с чего вдруг такая благодать? Скоро узнаем. Если помощь, поддержка, идут денежные потоки, начало, серьезных каких-либо новых испытаний для рубля, именно по этому раскладу не должно быть в 2029 году. По четверке мячей рубль скорее мертв, чем жив. Он истощен, у него нет сил. Истощение сил в каком-либо противоборстве, в борьбе, в каком-либо соперничестве с кем-либо. Затем следует помощь, поддержка и предложение. Наведение мостов, резкие перемены с движением капитала, начало всего этого, денежные хлопоты, поворотная точка в судьбе, выбор между старым образом жизни и новым. В общем, друзья, и этот большой расклад на курс рубля, он тоже бьется, не противоречит всему тому, что я вам ранее всем говорил. Кто смотрел все мои видео, тот меня понимает. Новая метла и метет по-новому. Запомните это хорошенько. Новая метла и метет по-новому. А с чего вдруг капитал пойдет в нашу страну? Подумайте. На сегодня все. Всем удачи и до новых встреч. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин